Что бы я хотела сказать господину Владимиру Владимировичу? Вот такой мужич. Только всё хуже и хуже. Что бы я спросила, когда он уйдёт? Собирается ли он на следующий срок и что будет дальше? Поговорили, мне кажется, и забыли всё. Не решаются проблемы глобальные, это не решается. У нас всё хуже и хуже становится. Прямая линия, ну не знаю, это, наверное, даёт нам понять, что президент с нами. То, что он там выступает, это всё абсолютная показуха. Она нужна, видимо, только президенту. И всё, и больше никому. И бабушкам, которые смотрят телевизор, и которые молятся на этот телевизор, как на какую-то икону. Смотрю, но сколько раз пытался я тоже дозвониться, и что-то это никогда не получалось. Можно устраивать горячую линию, губернатор пусть устраивает. Он тут, ну любой губернатор, он же владеет и обстановкой. Я уже ему задала, отправила. А что он задал? СМС. Почему меня воровывает моё государство? Я честно заработала пенсию. Все делают перерасчёт, а работающим пенсионерам нет. Это шоу в основном. То есть проблемы-то, ну, те, которые там поднимаются, способствуют. А в общем-то бесполезно, я думаю. Может быть, мы напишем или позвоним с мамой и скажем о том, что пусть он перезабирается и на следующий строк. Я очень рада, что у людей есть такая возможность обратиться за помощью. Иногда это бывает действительно последняя инстанция. Я двумя руками за такое общение с президентом. Прямые линии, я считаю, они подтвергаются жёсткой цензуре. Звонки, которые проходят действительно в эфир и показываются посредством массовой информации, либо они являются подставными, либо они прошли жёсткий отбор. С точки зрения, чтобы поддержать дух народа, конечно, имеет смысл. А нас по правде, наверное, нет, конечно. На самом деле, ну, что такое вопрос, что такое ответ? Если надо, мы эти же ответы найдём и в других местах. Я бы не хотел в этом участвовать. Это уже давно неинтересно. Всё известно. Всё это грустно. Лучше заниматься своим делом, своим будущим. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...